Мир вам! Мир, ну что-то так неожиданно. Я даже не ожидал. Ну вы написали, заходите. Я просто прочитал почту. Я в это время ухожу. Так, минуточку. Так, подождите. Господи, помилуй. Что-то не видно мне. Вам-то меня не видно. Не видно, но мне главное слышно. У меня вопрос на самом деле. Да ничего, что же не видно-то, почему? Не знаю. Ну, может камеру не включили. Не знаю. Подождите, как же так? Должна быть видно. Грубо написали, внизу-то я бы подготовился. Я всем говорю это. А, ну я написал. Ну там вы написали, заходите. Но я поздно прочитал. Я тут работаю. Если хотите, могу перезвонить. Как вам удобнее. Ну сейчас посмотрим. Может быть включится. Теперь это даже вот. Видно даже у вас теперь. Ну вот когда видно-то оно как-то получше. Да. Так. Ну давайте, рассказывайте. Что у вас. Ну я коротко. У нас сейчас же занятия начнутся. Через 15 минут уже. Да. Ну да. Да, я коротко. Я хотел просто приехать. И сегодня как на мобильный вам не могу дозвониться. У меня будет здесь отпуск скоро. На мобильный? А почему вы когда на мобильный звоните не разговариваете? А я пытаюсь. Я говорю. А что пытаюсь? А вы когда набрали, видно, что я уже взял в руки. Вы в это время-то начинайте говорить. Ко мне хулиганы звонят, я не отвечаю ничего. А, нет. Я обычно говорю там здравствуйте, там вас не слышно. Ну и молчу. Другое вы скажите, сразу же говорите. Я такой-то, такой-то, то-то хотел. Я сразу пойму тогда, что можно отвечать. Они прямо буквально невозможны. Ни днем, ни ночью со всех сторон лезут. А, понятно. Я не знал этого просто. А я открываю. Ну так понятно. Вы же чувствуете, что открыто, вход открыт, а голоса нет. А вы говорите, тогда ситуация изменится. Варианты какие-то нужно брать-то. Вот уже неправильно. Да, это я понял сейчас. Мои минуты тут никакой нету. Я делаю как, чтобы сохраниться. Понятно, да. Так, что вы где живете, я же еще не знаю. Я вам как-то звонил уже на мобильный. Мы чуть-чуть поговорили. Живу я в Москве. Прямо в Москве? Да, хожу в Средский монастырь мужской, на службы посещаю. Слушаю ваш канал, смотрю, иногда подключаюсь к изучению Библии. Ваш канал уже смотрю второй год. А вы книги выписывали? Книги не выписывал. А все тогда понятно. Мне тебя, у вас искать негде было. Да. Вот. Книги не выписывал, но они у меня скачаны. На электронную книгу я все скачал и читаю периодически. А ваше семейное положение какое? Я холост. Сколько лет? 30 лет мне сейчас. 30 лет. Так, что вы хотели? Я хотел свой отпуск с пользой провести. И хотел приехать, помочь вам на что-то там наладить, поработать. Как-то... Понятно, понятно, что видно будет. Так я буду быстро, чтобы время зря не потратить, спросить. Когда у вас отпуск? Я могу подстроиться под то, что надо. С 10 июня заезжает. Заезд 10 июня. В принципе, с 10 июня я думаю, что я буду свободен. Значит, Варнаул, Москва, вы поездом или самолетом? Я пока не знаю, как лучше, как посоветуйте. Поездом дешевле, самолетом опаснее и дороже. Ну, наверное, поездом поедет там... Поездом намного дешевле. И вы когда приедете прямо на вокзале, я вам сейчас скину путевку, что нужно с собой брать. На какое время вы можете приехать? Ну, я неделю на две точно могу приехать. На две, а на три? Может быть и на три. Потому что нам выгоды нет. Надо провожать, встречать. А две недели даже не успеешь, говорится. Две недели акклиматизация идет. Я вам скину путевку, что надо с собой брать. Маршрут, телефоны. Вы доедете здесь, сразу позвоните. Которые занятия ведет, Пупков Алексей Павлович, Сергей Павлович. Он может привезти. Конечно, там все берите расчеты, с ним рассчитаетесь. Чтобы не было никакой документы все, чтобы были. Дорогой, говорится, ничего не терять. Чтобы взять, чтобы плотно было где-то спрятать, там пришить. Не так приезжают, ни документов, ничего, дорогой обокрали. Ну, куда это годится-то? Ну, да. Говорите, сколько вам лет? Тридцать летняя. Так, может быть, потребуется две справки. Одна справка взрослая отпадает, а меньше. Нет ли каких кожных заболеваний? Ну, конечно, никаких заболеваний нет, но могу взять. Можете там взять у вас где-нибудь? Ну, конечно, возьму. У меня аж постоянно. Ну, когда едут в лагерь. Нам это необходимо, потому что у нас дети. И бывает проверка. Да, хорошо. Ну, просто в путевку записано. Я вам скину, что с собой брать. Прямо сейчас постараюсь сразу скинуть. А остальное еще потом договоримся. Я же выставляю все в интернет. Вы не против? Я не против. Так, еще какие вопросы? Еще вопросы. Я хотел там денег привезти на муку. И, может, грабли там вы говорили вам новые купить? Ну, грабли-то мы найдем, может быть. У меня грабли подарили, их стиснули где-то прямо. Не могу нигде найти. Такие грабли хорошие. Прямые рожки, вот такие вот длины, не закрученные, как эти бывают. А это купите, может, здесь. Ладно, обойдется. Ну, переслать хотел денег на муку хотя бы. Нет, не надо пересылать. Если еще надо, вы здесь уже. Тут и книги можно будет взять, если надо будет. Пересылка много отнимает. А, хорошо. Много. Сейчас Володи нету. И кроме этого деньги. А так ты приехал, тут уже еще надо. Что надо, ты можешь договориться. Так. Еще что у вас? Ну, в принципе, остальные все вопросы я ответы получаю либо на занятиях, либо у вас, когда смотрю видео. Понятно. В принципе, спасибо вам за... Прямо сейчас сразу напишите, или как там скинете на меня телефон, я помещу, что это вы. Хорошо. Как только кончим, вы позвоните. Ну, я тогда уже включу вас, чтобы видно было, что это вы. Так, у меня тут москвичей надо бы найти. Мне нужно одного человека в Москве найти. Это, который вам вкладки подарил, вы писали. Да. Пьянков Борис Евгеньевич. Ему 83 года примерно. Он на пенсии. Генерал-полковник. Его надо найти. И я с вами отправлю ему подарок. Хорошо. Где-то в какой-то организации. Ну, можно найти там военное, где-то зайти, в интернете там пошариться. Я тут уже ничего не могу сделать. Мне очень хочется отблагодарить его. Ему будет очень приятно и внукам, и правнукам. Наш подарок-то это не взятка какая-то. Сильно помог нам в свое время. Там указания дали мне около 70 кителей, шинели. Расформировалось училище летное здесь. И меня. А я вел занятия там. И, ну, просто от одно к одному. Я его лично не встречал, не знаю. Он нас не знает. Но сказать, у вас было с православного детского лагеря там письмо. И вы дали добро, и вас очень помнят. За вас все время молились. И желают подарить свои книги, не чужие, а свои. Скажите, у него вышло там 38 томов. Ну, дальше ему наши ресурсы там маленько возьмите, чтобы он мог посмотреть. Там детский лагерь, деревня. И скажи, а я еду туда. Вы примете в подарок книги? Я ему хочу послать хотя бы 5 книг. Это трехтомник Нового Завета к истинному православию. И для слова Божьего нету автобиографичных документов. Если что нужно, скажите, пока посмотрите. Просто я вам сейчас о книгах-то скину, и вы как-то там тоже это себе возьмите, чтобы ему скинуть, когда найдете. Да. У меня это просто чувство такое. Я всех нашел, его не могу никак найти. Я считаю должником себя все время, по слову Павла. Не потому, что Павел сказал, а нас родители так заложили. Десять человек, была семья, и приучили чужое не врать и не воровать. Так, вопросов больше нет? Ну, все остальные вопросы у меня, в принципе, пока... Все, если что будет, вы телефон сейчас на меня взякнете, а я... Ну, я не знаю, последние две цифры назовите. Шестьдесят восемь, пятьдесят шесть у меня. Четыре цифры последние. Последние две цифры, две. Пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть. Вот так. Я пойму, что это вы. Я даже открывать не буду, чтобы деньги не высчитали. На этом пока все. Да, хорошо. И через неделю, если что-то у вас будет еще, можете тогда зайти сюда. Отошел. Благодарю. Счастливо. Спасибо.